МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиционно сначала немного о погоде. На территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 28 градусов выше нуля. Ветер восточного направления скоростью до 6 метров в секунду. В выпусках передачи «Земля. Наша» Творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная, культурная темы раскрываются через конкретных героев, работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». И сегодня ведущий Александр Лупиненко предлагает поговорить о фотографии в нашей жизни. Гостями в студии станут люди, которые знают о фото все и даже больше. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25, не упустите хорошую возможность, приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. К другим интересным новостям. На северо-западе Китая обнаружена каменная гробница, возраст которой около 3000 лет. По информации ученых, находка относится к Бронзовому веку. При раскопках археологи нашли немало предметов, которые помогут ученым расширить представление о жизни местных людей в то время. Ученые назвали самое умное животное. Для этого проводились самые разные исследования. И мнения специалистов разошлись. Выбирали между дельфинами и обезьянами. И все-таки биологи склоняются к тому, что топ возглавляет шимпанзе. Хотя практически все обезьяны очень умны. Шимпанзе активно используют свой интеллект в реальной жизни. Например, они мастерят разные орудия для добычи пищи. Рацион этих обезьян не ограничивается насекомыми и фруктами. Они способны охотиться, как когда-то наши далекие предки. И это не все доказательства высокого интеллекта этих животных. Самые популярные домашние животные – это кошки и собаки. Их очень любим мы. А вот они друг друга, как правило, не испытывают особой симпатии. Ответ на вопрос, с чем это связано, кроется в особенностях поведения животных. Например, собака показывает свое дружелюбие с помощью виляния хвоста. А у кошек это признак агрессии. И когда кошка видит заинтересованную собаку, которая быстро к ней приближается, она расценивает ее как существо, готовое напасть. Поэтому кошка попытается защититься или убежать. А если кто-то спасается бегством, у собаки срабатывает инстинкт охотника. Но при всем при этом, если пес и кот живут под одной крышей, их можно подружить. Наиболее оптимальный вариант для этого – взрослый пес и котенок. Когда питомцы много времени проводят вместе, разница в характере и поведении сглаживается. И они даже могут заступиться за товарища. Владельцы кошек знают – эти питомцы могут включать режим охотника, даже по отношению к своим хозяевам. И станут атаковать, если им показать растопыренную ладонь. Эксперты объясняют такое поведение просто. Не стоит забывать, что в далеком прошлом домашние кошки были дикими хищниками и жили по законам природы. Поэтому теперь, когда питомец видит растопыренную ладонь, считает, что вы провоцируете конфликт и начинает атаковать в ответ. Часто это сопровождается соответствующим внешним видом. Однако, если вам дороги отношения с вашим питомцем, то играть с ним в такие игры лучше не нужно. Для человека объятие и поцелуи – это нормальный способ выражения чувств. Собаки же довольно прохладно реагируют на объятия. А вот целоваться они любят и сами, особенно после разлуки с хозяином. Но не спешите радоваться. Эксперты не рекомендуют целовать питомцев из соображений безопасности для собственного здоровья. Дело в том, что на прогулках собака исследует территорию с помощью носа. На шерсти скапливаются вредоносные микроорганизмы, которые переходят к человеку. Поэтому в следующий раз, намереваясь поцеловать или пустить собаку в свою постель, хорошенько подумайте, стоит ли это делать. Сегодня в нашей рубрике «Есть вопрос» медиатор и адвокат Анна Журавлёва расскажет о возможностях раздела совместно нажитого имущества супругов в случае расторжения брака. Кодекс самобраки и семьи предусмотрено, что имущество, нажитое в период брака, подлежит разделу в равных долях, если иное не предусмотрено условиями брачного договора. Как раз-таки брачный договор является соглашением супругов, которым они могут предусмотреть иной по сравнению с законодательством порядок раздела совместно нажитого имущества, как в период брака, так и после его расторжения. Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, и он может быть заключен как лицами, вступающими в брак, так и лицами, которые уже находятся в браке с супругами, вплоть до расторжения брака. В случае, если возникла необходимость у супругов, либо уже бывших супругов, разделить совместно нажитое имущество, то они могут обратиться в нотариальную контору для заключения соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Но данное соглашение может быть заключено при условии, если все вопросы, связанные с разделом имущества, были оговоренными супругами и согласованы. Как правило, суд разделит имущество между супругами в равных долях. Однако вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом останутся неразрешенными, что породит возникновение новых конфликтов. Поэтому наиболее экологичным является вариант раздела имущества путем участия супруга в процедуре медиации, где они могут принять решение, которое будет устраивать их обоих, в отличие от судебного решения, где, как правило, кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Какой же из вариантов раздела совместно нажитого имущества будет предпочтительнее в вашей ситуации, вы можете решить, проконсультировавшись с вашим адвокатом, либо участвуя в информационной встрече с медиатором. Как провести остаток лета с пользой? Своими идеями на этот счет с нами поделились гомельчане. Они дали немало отдельных советов и рассказали о проверенных и практически незатратных видах досуга. Меня зовут Кристина, мне 18 лет, учусь в ГГУ имени Франциска Скорина. В 2006 году увидела чемпионат мира по волейболу среди женщин, финал Бразилия-Россия и поняла для себя, что это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Волейбол полезен только в том случае, если им заниматься непрофессионально, потому что любой профессиональный вид спорта, я думаю, любой спортсмен, профспортсмен согласится, что это не просто для здоровья делается, это скорее какие-то гладиаторские бои. Поэтому волейболом нужно заниматься только в свое удовольствие, если просто хочется поиграть в свое удовольствие на пляже, допустим. Действительно полезно на песке попрыгать, потому что это минус лишний вес, так скажем, плюс тонус будет для всего тела как минимум. В Гомеле есть множество, абсолютно огромное количество секций. Это школы, волейбольные классы, как это было в моем случае. То есть с 5 по 9 класс я была в волейбольном классе. Также на пляже, пожалуйста, на любой гомельский открытый пляж. Если прийти, можно увидеть висящую сетку, через которую не проблема поиграть. Это был «Утренний фреш». Я, Влада Васильева, желаю вам только хороших новостей. Пусть ваш день пройдет легко и продуктивно. Оставайтесь на телеканале «Беларусь-4» и «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...